друзья я выключил звук у всех кроме ведущего вы можете когда вам хочется что-то сказать его включать но вот когда выступает выступают докладчики вам не нужно говорить лучше держать микрофоны выключенными потому что все звуки ваши бытовые вот они до всех доносятся поэтому мы обычно в таком режиме работаем значит ну я начинаю то что я включил видео запись уже и начинаем сегодняшний вебинар сегодня у нас 16 16 ноября 2022 года московское время 16 18 часов извините 18 часов 2 минуты начинаем вебинар номер два осенне зимней сессии 22 года я пару слов об организации вебинара хочу сказать вот то что у нас произошли изменения некоторые мы теперь будем встречаться с вами два раза в месяц один раз в середине месяца и один раз последнюю среду месяца вебинар будет всегда в среду ну обычно он будет в 16 часов как и раньше но вот сегодня климов попросил у него там очень важная была встреча поэтому он попросил на 18 часов перенести поэтому немножко все это передвинулось на два часа но два раза в месяц не так как не так как раньше было каждую неделю мы встречались поэтому не удивляйтесь что в следующую среду у нас не будет вебинара а очередной вебинар будет 30 30 по моему до 30 ноября 2022 года сегодня у нас доклад климова анатолия ивановича доктор физмат наук профессора мэйи в нс института высоких температур ран доклад называется углеводороды в лена это low energy nuclear reaction возможность создания высокоэффективных hc и и реакторов hc это термин который ввел климов вот в этом своем докладе это hydrogen carbon energy ну вот он этой темой занимается уже довольно давно она такая вроде бы была параллельная занятием энергетикой в первую очередь низкая энергетики в низкотемпературных реакторах вот но возможно выйдет на первый план у него вот сегодня послушаем какие-то новые результаты которые у нас у него появились я напоминаю что на прошлом вебинаре который был две недели три недели назад выступал марин михаил юрьевич он нам продемонстрировал некое устройство по сути дела доклад был не столько физическим сколько значит вот таким технологическим это тоже важно и интересно значит целью марина было создать по сути дела по сути по сути дела плазмотрон особого вида который бы мог работать в течение долгого времени и михаил юрьевич марин этого добился и вот нам об этом рассказывал а вот сегодня эта работа марина она очень близка тому что делает и докладывать сегодня будет климов а вот климов нам больше упор сделает не на технологию хотя там тоже будет технология она собственно физические процессы физико-химические процессы которые будут которые происходят в таких в таких плазма тронах Анатолий Иванович, тебе слово, пожалуйста. Я сейчас дам возможность подключиться к демонстрации. Разрешил включить демонстрацию. Анатолий Иванович, пожалуйста. Там на экране видно что-нибудь? Да, мы видим доклад. Все шевелится? Ну, все двигается, да. Так, значит, осталось только показ слайдов сделать побольше. Ну, если будет большой размер, будет лучше, да. Ну, вот сейчас большой размер, все нормально. Значит, уважаемые коллеги, ну, извини, я еще раз должен просить извинения у всех за то, что перенес сроки, значит, вот своего выступления. Значит, ну, надеюсь, что больше такого не произойдет, и вы с сочувствием подойдете к моей просьбе. Была важная встреча как раз по поводу развития технологий вот возможных, так сказать, движения, продвижения вперед в практической плоскости вот этих вот технологий, связанных с Леннер. Значит, я надеюсь и очень мечтаю. Значит, но тем не менее, что хотелось бы сегодня, в сегодняшнем докладе отметить. Несмотря на то, что вот я являюсь автором один по согласованию с Анатолием Степановичем Пащиной, это мой, значит, коллега, мы, по сути дела, все результаты мы получили с ним совместно, значит, но вот пока Анатолий Степанович, значит, идет своим путем и не очень разделяет мою точку зрения, значит, поэтому я не стал особо его в состав авторов включать. Тем не менее, я обязан сказать ему глубокую признательность, благодарность за то, что вот эти вот наши совместные результаты я могу прокомментировать. Значит, так, как мне кажется важным. Значит, о чем пойдет речь? Безусловно, речь пойдет о философии и стратегии, вот, развитии той науки, о которой мы с вами, так сказать, занимаемся. Вот, пытаемся ее осмыслить, пытаемся ее, вот, понять, сообщая, вот, ну, значит, раньше называлось, понятно, там, каждый день эта аббревиатура, значит, меняется, и вот Сергей Цветков посчитал, что сейчас чуть ли не 30 уже названий по эфиру, по интернету, значит, вот эти вот путешествуют, значит, но почему? Да потому, что, собственно, механизм, он как был в зачаточном состоянии, так и остался в зачаточном состоянии. Вот, ну, вспомните, вот, наши, даже внутри нашего комьюнити, сколько копий ломалось на этих вот странном излучении, на этих треках, которые, ну, вот, я человек, вроде, умудренный в этом деле, многие здесь у вас, мои коллеги, тоже, так сказать, имеют значительный опыт, но мы не сходимся даже в главном, в том, что важны эти треки, или это вершины Айсбера, и на них можно пока не смотреть. На мой взгляд, кажется, что все-таки вот самый главный вопрос вот во всей нашей тематике – это трансмутация химических элементов. Она стоит на первом месте. И когда мы поймем, вот, все-таки, вот эту вот, значит, загадку, которую нам загадала природа, мы научимся получать, в первую очередь, понятно, это источник новой энергии, вторую очередь – это, так сказать, новые вещества, и в третью очередь – это уже вот те, значит, может быть, экзотики, связанные с этими вот треками, странным излучением, и много, может быть, неожиданного подкинет нам природа на этом пути, значит, вот. Но я в крайне не согласен с моими коллегами, которые говорят, что вот эти вот частицы, которых очень мало, вот сейчас уже все понимают, что это очень весомая роль на объяснении этих вот треков. Обычные пылинки могут объяснить многие свойства этого странного излучения, значит, ну, жизнь покажет, кто из нас был прав. Другие, наоборот, считают, что это вот некие катализаторы, которые, собственно, все процессы объясняют. Не будем изучать этого, мы ничего не поймем. Ну, так вот, я все-таки возвращаюсь к тому, к философскому вопросу, что, на мой взгляд, это только моя точка зрения, что если мы поймем физику холодной трансмутации химических элементов, и что за ней стоит реальная трансмутация ядер или химических элементов, правильнее говорить, вот, это во многом нам, так сказать, развяжет руки и, ну, позволит конструктивно двигаться по созданию тех или иных, значит, устройств, которые давно уже востребованы в мире. Я имею в виду альтернативные источники энергии. Вот, значит, и в этом плане, ну, так сказать, прежде чем переходить на дорогостоящие устройства, связанные с использованием никеля, а не забывайте, что никель очень дорогой. Если в коммерческих устройствах бытовых использовать, допустим, загрузку никеля, вот, по ладе еще дороже, значит, ну, быть может, есть что-то попроще, если мы посмотрим на природу, природа нам подскажет, ведь у нас есть углеводороды, не надо забывать о них. Значит, и моя задача сегодня показать, что углеводороды, они нисколько не хуже, так сказать, традиционных вот топлив, ну, в кавычках, конечно, которые используются вот в реакторах холодного синтеза, вот, и, казалось бы, человечеству легче перейти на ступеньку, вот, используя в качестве усовершенствованного, адаптированного с помощью наших методик, так сказать, топлива, значит, ну, было углеводородное топливо, мы заставляем его, так сказать, тот же пропан гореть с эффективностью 8, в 10 раз эффективнее выделять энергию, чем то, что просто сгорать, сжигать эти углеводороды, значит, в воздухе. Ну, этому была посвящена как раз моя работа, вот, я должен Сверчкову Андрею выразить благодарность, она опубликована в издательстве «Регнум», я так и назвал этот доклад свой, работу, а умеем ли мы вообще сжигать-то углеводороды, может быть, что-то можно сделать по-новому, и вот эти цифры, которые я говорил вам, 8, 10, в эксперименте удалось реализовывать, и, значит, я вот сейчас покажу, как новая горелка, значит, основанная на плазменных технологиях, так сказать, позволяла увеличить, ну, во-первых, делать реформинг топлива, получать то, что нам надо, а нам нужно чего получить? Нам нужно для, по крайней мере, если мы стоим на позициях, так сказать, исходных, экранировка протонов нам нужна, значит, с помощью электронов, это первая, но не единственная фаза, об этом вот на последней конференции в Силиконовой долине в Америке, вот, так сказать, значит, ICCF-24, практически все согласились, что без скрининга вообще невозможно двигаться дальше, вот нейтроноподобные объекты должны быть созданы, так сказать, на основе скрининга протонов прежде всего, значит, и вот, ну, а скрининг – это что такое? Это большая концентрация прежде всего электронов, свободных носителей, а где они? Ну, понятно, что в металлах их, так сказать, больше всего, в плазме, в металлах больше, чем в плазме, как правило, значит, и вообще-то в этом плане, так сказать, на такие вещества, как углерод, они имеют такую проводимость не хуже, чем, ну, похуже, конечно, но достаточная электропроводность, вот, особенно сейчас новые вещества, фолерены, значит, графены, значит, ну, и почему бы не использовать вместо металла, попробовать углерод, и, допустим, протоны, полученные из водорода, а в углеводородах, я опять подчеркиваю, значит, много и того, и другого, поэтому моя гипотеза выглядит следующим образом. Коль скоро, значит, в углеводородах очень много углерода с высокой, так сказать, если мы его как-то реформируем, углеводороды, и получим, значит, фракцию в виде, ну, а-ля твердое тело, допустим, фолерены, графит, карбен и так далее, так сказать, которые имеют зону проводимости, и электропроводность не хуже, так сказать, ну, соизмерима с электропроводностью металла. Атомов, так они уже в углеводородах имеются, и насыщенность, вот там пытаются критическую концентрацию водорода в никеле получить, известно, 0,8 должна быть, в Титане, в никеле, в Паладе, ниже этого плохо идут реакции. Об этом также вот уже при подведении итогов 24-й конференции говорилось, и кто этого не знает, кто-то просто тормозит процесс, ну, здесь же мы знаем, что, так сказать, таких атомов водорода каждому присоединенному углероду может быть 4, ну, уж не меньше двух полимеров. Вот, значит, ну, и должен несколько, теперь откинуться назад, перед тем, как переходить к современному, вот, настоящему докладу, и сказать исторических несколько фактов, которые позволили мне этим заниматься в первую очередь. Ну, хотелось бы напомнить, что вообще-то впервые обратил на это внимание, ну, я не буду говорить, но на самом деле теперь уже понятно, здесь вот пащина имеется, и Панчелюге, спасибо, он подсказал, как сделать вот этот Тесловский эксперимент, почему у Теслы иногда вылетали шаровые, так сказать, образования похожие на шаровые молнии, у Корума вылетали, а в других экспериментах не вылетали, так дело вот в той обмазке электродов, которая представляла из себя вот эту органику. Значит, мы повторили с углеводородами, с оргстеклом повторили то, что Панчелевой говорил, и все получилось, как, значит, о чем рассказывал, значит, Тесла. Такие образования, долгоживущие, так сказать, энергонасыщенные, можно получать, но их впервые получил, вот, по-настоящему о них начал говорить Аврааменко, о нем надо помянуть, не менее, чем о Тесле, и вот этот его знаменитый плазматрон эрозионный, о котором сейчас я буду говорить, он в центре внимания будет, значит, а там использовались та же самая, значит, углеводородные вставки, так сказать, из полиэтилена в последнее время мы используем, а так оргстекло, значит, ну и вот когда мы начали изучать плазменную аэродинамику, значит, вот этот период здесь у меня указан, значит, у нас одним из направлений в плазменной аэродинамике было, значит, по сути дела научиться управлять высокоскоростном воздушном потоке, значит, горением, поджигом, горением и смешиванием углеводородного топлива. Ну, при условиях, характерных для ГПВРД, то есть это вот для прямоточных двигателей, для, значит, гиперзвуковых аппаратов. Значит, ну и чего, действительно в плазме удалось там увеличить и поджиг, и, значит, полноту сгорания, много чего удалось, так сказать, вот, и горение. В десять третий, десять шестой раз ускорялись процессы, вот, при воздействии неравновесной плазмы или, значит, вот я бы сказал своеобразными такими, значит, энергонасыщенными плазмоидами, в том числе и вот в некоторых экспериментах использовались, значит, методики, предложенные Абраменко. Значит, ну и чего, достигли того, что там мало того, что скорость увеличилась многократно, ну и получались, можно было раздвинуть диапазоны, работать как в сильно обедненных, так и в сильно обогащенных смеси. Значит, но самое странное, что там процесс горения происходил, значит, очень необычно. Образовывалась некая сажа, в кавычках, я вот говорю, в которой перевернуло меня с ног на голову, вот, мое понимание, и я, собственно, начал заниматься с тех пор, именно эта сажа начала заниматься вот вопросами, связанными с хаудным синтезом. Значит, ну, я вот здесь продемонстрирую вот эти горелки, которые, значит, могли работать практически на сверхзвуке, значит, вот на потоке, в воздушном потоке, вот здесь сказано, там, до двойки мы доходили. Здесь вы видите на верхнем слайде, значит, вот один из электродов, ВЧ, разряд создавался им костного типа, вот он горел в потоке так. Ну, и вот, значит, на снимке снизу вы видите, как выглядит горение, стимулированное горение с помощью вот этого разряда. Обращаю ваше внимание на ярко светящуюся зону вблизи электрода. Вот это вот, само пламя, ну, оно традиционное, там, вот пропановое, оно голубенькое такое, значит, а здесь, что здесь происходит? Хуже другое, обратите внимание, вот труба, значит, вот, значит, в этом генераторе я слева направо посылаю воздушно-топливную смесь, плохо перемешанную, но наша задача была как раз ее и перемешать, и подготовить. Вот она летит отсюда пропан вместе, значит, с воздухом, достигает области разряда, поджигается. Ну, и ввиду того, что, значит, вот пламя, значит, вот реакция идет довольно быстро, если скорость потока у вас здесь уже не сверхзвуковая, а дозвуковая, значит, правильно пламя может распространяться навстречу потоку. Ну, вот горячая зона, казалось бы, так сказать, все бы ничего, но мы видим, что вот ярко светящееся, значит, образование распространяется по потоку. И, значит, поток закручен, вот то, что, значит, у вас здесь может образовываться рециркуляционная зона, значит, ну что, она образуется действительно, значит, она вот как раз и делает подсос вот этого пламени. А почему вот это пламя, которое состоит из сажевых частиц, как мы потом нам показали, она обладает противоположными свойствами нагретого газа? Оно же тоже горячее. Вот когда мы вот эти сажевые частицы померили, здесь 4-6 тысяч градусов Кельвина. Вот, и вот обратите внимание, вот опять то же самое внизу, значит, у вас идет голубое пламя распространяется налево, а вот это вот сажевые частицы, они как будто не слушаются, они как будто не нагреты, они, так сказать, вот распространяются совершенно в другую сторону, в обратную сторону. И вот когда мы собрали вот эти вот сажевые частицы, под микроскоп их пополучили, ну вы видите, что сажа получилась, так сказать, грязная, на ней много блестящих таких блески видны. И видно, что она состоит не просто из углерода, она состоит с краплениями чего-то, скорее всего металла. И действительно, вот здесь вот на верхнем снимке вы видите, даже нитки образовывались, ну это такие очень тонкие субмикробные нитки, очень длинные нитки. Вот эта вот сажа, вот здесь она в чашке Петри, значит, она у меня до сих пор, вот я вчера ее так и фотографировал, но стоит на нее чуть-чуть подуть, она электролизуется моментально. Она вот моментально, то есть обладает очень сильным свойством при трении воздуха электролизоваться, значит, несет очень большой нескомпенсированный заряд. Если уж говорить о треках, там частиц ваших, так вот, вот лучше посмотрели, как ведет вот эта необычная сажа в реальных условиях, значит, если вы в электрическое поле, она вся как взрывается, она, так сказать, взлетает вверх моментально. То есть электролизация жуткая, это через 10 лет у нее не изменились свойства, значит, сохранять заряд на своей поверхности. То есть его можно накапливать в большом количестве, этот заряд. Вот, значит, ну и, значит, самое главное, вот в ходе этих экспериментов было показано, что если мы, вот, значит, предложим, ну, было сделано предложение, для домохозяек, как улучшить, значит, вот, по сути дела, реальную, вот, эффективность газовой плиты, значит, что для этого надо сделать, если бы она питается, допустим, природным газом, природного газа. Мы на первом этапе делали реформинг топлива, и, значит, ну, конечно, это может быть не для домохозяйки, но в азоте можно делать такой вот реформинг, если вы вместе с азотом будете пропан, значит, в водяном паре можно делать, лучше всего в аргон. Значит, там получается как раз очень много, значит, фракций углерода, и, значит, на выходе очень большая концентрация водорода. Если вы потом подожгете вот эту вот смесь уже реформированную, вот, выход энергии получается, так сказать, ну, то бишь, дожигать будете, я неправильно сказал. Вот вы ее реформировали, она вот такая ярко светящаяся попадает в воздух, значит, дальше там она вот якобы сгорает, но идет помимо обычного химического горения, вот есть еще некое выделение энергии, которое позволило вскипятить ту же кастрюлю в 8 раз быстрее, чем вот просто, если бы я пропаном, значит, использовал горение пропана. Ну, вот здесь я пишу, что вот, значит, водород появляется в этой плазме, наработка в металлических углеродных нано-классерах видна, мы это зафиксировали. Реализация лена на встречных пучках вот этих вот в плазменных условиях, в условиях электрического поля в плазме, значит, вот и в условиях сильной электролизации вот этих сажевых частиц, значит, вполне возможно до кремных значений. Это пока, так сказать, догадка просто. Ну и потом вот суть вот этого нового использования углеводородов, по сути дела, здесь вот в этих вот тезисах она высказана. А теперь я перейду к самому глазу, к самому докладу. Это было все введение, так сказать, которое 20 лет назад было получено и греет до сих пор душу, поскольку, ну, генератор Авраменко, тут, если они делали им, значит, эталонные эксперименты, исследования, так сказать, вот, значит, энерговыхода вот таких вот углеводородной плазмы, значит, с выхода разеного плазматрона, я пониже расскажу, но ведь это было выше, чем вот химическая энергия в 4 раза. Это же опубликовано в наших книжках, в ЖТФ, значит, это вот все грело душу. И мы решили, значит, с Анатолием Степановичем сделать эксперимент, который показал, что трансмутация элементов действительно имеется, и она очень важна для понимания процессов, которые происходят в углеводородной гетерогенной эрозионной плазме. Здесь показана схема установки. Вы видите вакуумную бочку, я, так сказать, камеру, которая установлена, значит, вот здесь вот циферкой 3 показана вот эта вот, значит, из оргстекла, из органики, по сути дела, из углеводорода сделана вставочка с капиллярным разрядом. Вот 2 обозначен катод или анод, а вот, значит, обтекаемая модель или вынесенный анод, если это катод, то это анод, значит, вот единичкой обозначена. Значит, ну, можно было менять полярность, можно менять было атмосферу, аргон, гелий, азот, можно было менять, значит, давление от 3 до 300 тор. Значит, ну, что такое генератор Авраменко, значит, ну, это все опубликовано, многие знают, тут Володя Бычков сидит, он там большой специалист в этом деле. Ну, вот здесь вот показан выстрел вот этого, значит, плазматрона. Плазма вот очень интересно выглядит, она таким прожектором бьет, она не расходящаяся, в отличие от обычных. Значит, это первое, что вызвало какую-то загадку, от чего она не расходится, почему она, что ее удерживает в таком, значит, вот, сгутовом состоянии. Значит, вот, ну, были промерены профили плотности, температура, давление здесь померено. Значит, вот тенеграмма, интерферограмма, была показана, значит, температура здесь измерена в центре, которая может доходить до 6000 градусов. Это то, что было на заре Авраменко. А вот это вот уже, значит, конкретный результат, когда стрелял этот плазматрон импульсный. Вот эта вот коническая модель, она была, вот она была сейчас сделана в виде катода. Вы видите здесь вот ярко светящиеся катодные пятна. Зеленая – это светится фракция углерода. Фиолетовая – это здесь вот фракция, значит, водорода. Почему они разделяются в этой плазме, до сих пор непонятно. Но это факт. Мы сейчас этот вот с пощиной, Анатолием Испановичем, этим вопросом внимательно занимаемся. Значит, вот, но факт остается фактом. Вот карбоновая плазма, она не хочет смешиваться с водородом. Вот этот вот никелевый стержень, значит, по сути дела, вы видите, значит, обтекается, значит, вот этой струей. Скорость струи очень небольшая, но масса ионов, кластерных ионов, нанокластеров, она гигантская. Поэтому здесь вот поток получается гиперзвуковой с числом маха равной, там, десятка. То есть, вот мы мерили вот эти все конусочки, как выглядят, как они, так сказать, вот, значит, расходятся от тела. Это позволяет, так сказать, определить числом маха и определить, значит, какая возможная температура будет за скачком уплотнения. Ну, здесь вот кино, вы видите, как вот она вылетает, вот начинает взаимодействовать с этим конусом. Ну, и вот развитая фаза уже показана, когда образуются пятна. И вот это еще одна подсказка, как стимулировать вот на самом деле, значит, вот эти ядерные реакции. Это мое мнение, я в ближайшее время обязательно буду заниматься этим детально. Значит, а что если вот природа катодных пятен, которая до сих пор непонятна, и все спекуляции там существуют, именно они рождают, вот эти кратеры рождают, вот эта трансмутация происходит именно в них. То есть тогда получается, что при любом плазменном разряде, при любом, когда есть анодные или катодные пятна, у вас там всегда ищите трансмутацию. Она всегда будет, но этим никто не занимался до сих пор. Это вот спроси сейчас у кого, так сказать, ну вы делали анализ катодных пятен, из чего они состоят? Я уверен, что никто до этого даже не додумывался. Вот. Ну и вот вы видите следы повреждения этих моделей. Значит, ну видно вот следы расплава идут, так сказать, температура была такая, что достаточно было, значит, проводить эрозию и расплав материала. Здесь, значит, HK означает гели-катод, АК – это аргон-катод, АА – это аргон-анод. Вот. Ну тут в разном, под разным увеличением видите, что есть вообще-то вот эти вот шаркообразные, значит, образования, они всегда присутствуют, что их заставляет вот в видеосферы образовываться. Ну и еще большой вопрос. Ну и вот вы видите справа там, значит, да, циферками показано, где брали, значит, анализ в дальнейшем, значит, на анализ химических элементов методом, значит, либо ЭДС, либо, значит, ионной спектроскопии. Значит, ну видно, что поверхность усеяна картерочками, значит, вот здесь вот, значит, этой мишени, значит, она не просто, значит, сглаженная какая-то вот расплавленная, значит, а кратеры есть, они вот рельефно видны здесь вот, так сказать. И мы старались как можно предметнее, детальнее изучить именно трансмутацию именно в этих вот картерочках. А как будет показано дальше, она там максимальная, как и везде, кстати говоря, в экспериментах по холодному синтезу. Значит, ну это все те же вот при разном увеличении вы видите эти картерочки. Ну и вот, кстати говоря, вот мелкую-мелкую такие вот эти самые рябь, это уже вот на присутствии наночастиц, вот углерода или металла, так сказать, вот так структурирована поверхность. Так, ну это я уже не буду там останавливаться. Сухой остаток. Вот мы здесь, вы видите, значит, что вы видите, это, так сказать, вот на этой картинке. Вы видите, значит, по сути дела, вот сравнительный анализ анода, вот я имею в виду правый верхний угол. Значит, это вот результаты, по сути дела, вот нижний уровень, значит, слева, вот здесь вот характерная точка, которая там снята, вот атомный состав, из чего он выглядит-то. Я напомню, что модель была очень чистый никель, 4 девятки чистоты. А что мы видим здесь? Что в большом количестве у нас рождается что? Алюминий, обратите внимание, силициум, магний. Ну, углерод, понятно, он должен быть, никель, тоже понятно, но его немного, 28%. И вот обратите внимание дальше, как от полярности, от катодных пятен зависит состав. Вот красненьким, это, так сказать, вот мы контрольный эксперимент, чего мы видели, какие следы мы видели в контрольном образце. Значит, ну, было немножко присутствия магния, чуть-чуть алюминия, совсем мало силициума. Из-за того, что вот эти вот концентрации и новые элементы, смотрите, какие появились, значит, ну, явно, так сказать, когда катод там зашкаливает, да, значит, зашкаливает, так сказать, именно алюминий. Обращаю ваше внимание, дальше это будет фигурировать. Все те же самые элементы, никуда от них ни один не денешь. Магний, силициум, хлора нарабатывается, скорее всего, хлор нарабатывается, здесь была атмосфера аргона. Хлор находится рядом с аргоном. Значит, а дальше вот, ну, вот этих элементов вообще не было в исходнике. Вот обратите внимание, много меди наработалось, железо, хромо и довольно много кальция. Вот кальций, алюминий, так сказать, с силициум, магний, ну, это сплошь и рядом, так сказать, наблюдались в такого типа экспериментах. Ну, я вот напомню работу Слободана Астанковича, который делал вот на этой амазогазплазме с карбоновой мишенью. А это та же самая у углеводород. Значит, амазогазплазмы – это что такое? Атомы водородной плазмы и ОЭЧ-радикалы. Значит, и углерод. Да то же самое, что в оргстекле. Он состоит тоже из углерода, водорода и кислорода. Значит, обратите внимание, что он получал. Значит, ну, если вы посмотрите вот на эти элементы, значит, слева. Силициум. Значит, вот посмотрите, насколько раз, значит, увеличилась концентрация силициума. Рекордсмен. Алюминий на втором месте, кальций на третьем месте, железо и магния. Значит, те же самые элементы даже в воздушной среде. Значит, ну, вот здесь он еще раз, вот, желтеньким я вывел, так сказать, чтобы было видно всем хорошо. Значит, какие основные элементы. Теперь переходим ко второй фазе моего доклада. Значит, эта работа опубликована. Значит, сейчас вышел, вот, по-моему, 36-й том, что ли, это вот Journal Condensed Matter. Значит, наша статья с Почтина там опубликована. Она называется «Леннер эксперимент». Это в Китае мы докладывали. Ветерогенная, значит, водородно-карбоновая плазма. Значит, при взаимодействии ее с тонкой фольгой. Значит, ну, вот здесь показан слева вот этот эрозионный плазматрон, справа – это вот здесь вот, значит, держатель с никелевой фольгой. Значит, вот. И мы делали, изучали, как эта фольга нагревается, прожигается, сколько там уносится, сколько испаряется, вот, так сказать. Все это изложено в этой работе, ну, и чего в итоге получилось, что, на самом деле, дисбаланс очень большой, в пять раз достигает, так сказать, не обязательно, там, брать какой-то никель-водородный реактор. Здесь те же самые дисбалансы, значит, наблюдаются. Ну, вот здесь поподробнее показана установка. Вот, значит, вот это вот генератор обраминка эрозионный, фольга. Вот как это выглядит общий вид. Значит, вот эта фольга, значит, здесь в виде такой черной книжки. Это вот как раз из органики сделан, так сказать, плазматрон. Значит, ну, характерные параметры, значит, вот этого плазматрона, они здесь отражены. Вот, ну, и вот здесь кадры, отдельные кадры вот этого кино, как вот, значит, плазма вроде бы как касается вот этой пластины, нагревает ее, потом прожигает и проходит сквозь нее. Ну, и вот такие вот дырки, либо они появляются, либо не появляются. Все вроде одно и то же мы делали, но здесь вот вверху, там, где дырки есть, мы использовали, значит, углеводородосодержащие вещества. В данном случае это оргстекло было. А в нижней мы использовали, значит, да, все это в атмосфере аргона, не могло ничего тут гореть. Значит, а в нижней мы использовали, значит, вставку из, значит, алюминия 2О3, то есть это вот как раз керамика. Все, и по параметру я строю те же самые, нагрев тот же самый, а дырок-то нету, то есть водорода нету и эффекта нету. Значит, важен факт, значит, взаимодействие не только вот высокоэнтальпийной струи, но и присутствие водорода. И важно, чтобы он взаимодействовал с металлом, который хорошо взаимодействует. В данном случае никелевая фольга лучше всего работала. Ну и такие вот простые вещи, снятые из кино, и снятые вот вольт-амперные, мы вот можем, так сказать, точно посмотреть, какая энергетика была заложена в разряд. Значит, все это учитывалось, значит, вот по геометрии и по взвешиванию вот этой фольги смотрелось у нас материалы. Значит, вот смотрели специальные эксперименты с двойными фольгами, смотрели, сколько, значит, тройными фольгами, сколько испарялось, сколько плавилось материалы, выбрасывалось. Ну вот все это аккуратно было доведено до цифры. У нас получилось, что коп в этом эксперименте составлял, так сказать, вот на таком, по сути дела, калориметре, значит, в виде прожига. Значит, ну, пятерка, шестерка. Ну, если перевести это вот по, вот известно, что масса в плазматроне органики уносится вот столько, значит, можно точно посчитать по этой формуле, сколько содержится водорода. То вот отсюда можно сказать, что вот энергетика-то там гигантская, сотнями электронных вольт на атом исчисляется, если мы возьмем вот за основу только проплавление дырки. Мы не учитываем гигантское излучение из этой струи, мы не учитываем потери, так сказать, что не вся струя там, значит, взаимодействовала, значит, прогрев самой мишени. Там вот имеется же и, значит, по поверхности видно, как вот эти вот кольца побежала, они не совпадают, а намного больше, чем размер прожженной области. Все это можно учить. Но самое странное, здесь вот видно, к чему я вас подвожу. Значит, вот в спектрах в оптических и вот дальше там, значит, в ВПР-спектрах присутствуют линии элементов, за которыми мы охотимся. Вот вы видите четко линии алюминия, они рождаются нигде это там, не собираются из грязи, как там пытаются все. Вот плохо вы делали эксперимент, грязный, у вас там образцы, и пошло. Значит, ну вот алюминий вот рождается здесь в режиме онлайн, в самой плазме мы видим этот алюминий. И самое интересное, я уже обращаю, еще раз вас обращаю, трансмутация идет какая-то странная. Это не резонансы, не самые интенсивные линии алюминия. Это захудалые линии, которые, к сожалению, близки к кальции. Вот они, видите, вот эти вот четыре элемента, они всегда группой идут. Кальций-2, у него энергия возбуждения очень большая, десятки электронов вольт. И алюминий. Так вот, вот они только и есть, а других линий алюминия нет. Так что это за вещество? Если я беру алюминий, по нему воздействую алюминиевую фольгу или алюминиевую стержень, и в эту плазму, значит, помещаю, то я все линии алюминиевую верю. И наиболее четкая, резонансная линия, которые, так сказать, ну известно какие. Они находятся, значит, вот намного правее, чем вот эти вот линии. Почему их я не вижу? Какая это трансмутация? Реальная или фальшивая трансмутация? И что это тогда за линии? С чем их едят? Значит, вот, значит, с этой пушки, вот, значит, там внутренний электрод, значит, который подпирал, был сделан из никеля. И вот, значит, вот такие вот кратер там всегда образовывался в самой пушке. Мы отдали на анализ вот этот вот никелевый образец. Иногда этот никелевый образец прогорал с большой скоростью, значит, и тогда мы даже плавление, значит, никелевого держателя, так сказать, видели. И вот посмотрите, что это дал нам, так сказать, вот этот вот образец никелевого электрода. Теперь уже внутренне, если я говорил о фальге там внешней, то, значит, вот здесь вот этот никелевый электрод дал нам что? Ну, вот контроль опять желтенький, но она у меня обозначена, я принял за единичку, значит, распространенность вот этих элементов. Значит, если есть там, значит, в этой никеле, их, значит, меньше одной сотой процента, суммарное количество. Значит, но здесь что происходит? Увеличение в 20 раз прежде всего алюминия. Он действительно нарабатывается, и действительно мы его видим. Это вроде бы как нормальная трансмутация, вроде бы как реально действующий элемент. Значит, селицин, ну, поменьше, так сказать, вот. Значит, в другой точке вот соседней, значит, нарабатывается, так сказать, вот это у вас серы много, достаточно. Вот, ну, титана, хрома нарабатывалось всегда много во всех экспериментах, хотя никель был, железа поменьше было, так сказать. Вот все это подсказки. Значит, теперь все-таки вот перед тем, как сказать спасибо за внимание, я хотел подытожить то, что сказал. Значит, что мы видим вот в наших экспериментах, и вот над чем я сейчас раздумаю. На самом деле, вот я посмотрел те элементы, которые, так сказать, в большинстве, ну, вот, начиная там с Мышинского, начиная там с Рудского, начиная там еще раньше, там, значит, кто занимался анализом вот этих трансмутированных элементов. Чего мы видим? Значит, появление как легких элементов, так и тяжелых элементов. То есть, как бы с двух сторон у нас идет трансмутация, так сказать, причем легких больше. А каких больше-то? Чего, вся таблица? Нет, она не вся. А каких? Вот я только что вам говорил. Вы обратили внимание? Значит, это вот алюминий, это магний рядом с алюминием. Значит, силициум. Это, значит, вот, если вы пойдете дальше, обязательно кальций, обязательно натрий, обязательно, так сказать, вот эта группа, титан образуется тоже довольно часто. Но что это значит? Если вы возьмете, вот, на самом деле, значит, посмотрите в интернете, или, так сказать, хорошие учебники по геохимии возьмете, на самом деле это самые распространенные элементы на, не только на Земле, но и в космосе. На первом месте, ну, по распространенности в земной калии известно, что такое кислород, ну, если не считать водорода. Значит, водород, наверное, в звездах на первом месте сбили. А дальше-то что идет? А дальше полно песка на Земле. Силициум на втором месте. На третьем месте рекордсмен среди металлов. Алюминий. А дальше идут, вот, пошло то, что я называл. Магний. Дальше пошло кальций. Все это совпадает с картиной распространенности химических элементов в природе. То есть, если в природе идут, как говорил Вернадский, значит, все-таки эволюция химических элементов, они не стоят на месте. Вот, он на чем сделал-то свой вывод, что вот, ну, пласты смотрел, вот эти вот, так сказать, как распределены заселенность элементов, вот, в этих самых, вот, в разрезах, пластах. Ну, книжку, почитайте. Значит, вот, основной вывод, что вот есть, значит, некая, так сказать, систематика, значит, этих элементов, которые очень напоминают то, что наблюдается в экспериментах в Ленов. Поэтому не надо эту комбинаторику придумывать. Давайте элементы, я водород прибавлю, и будем смотреть, что там произойдет в результате, так сказать, что возможно, экзотермические реакции. Да ничего подобного. Скорее всего, надо рассматривать с точки зрения единого механизма, как в природе, так и у нас в эксперименте. Значит, это раз. Второе, значит, все-таки вот эти циклы, которые существуют на том же Солнце, значит, они тоже, так сказать, по многому обязывают. То есть углерод, углеродный цикл, он не кончается углеродом, он продолжается дальше. И, по-видимому, так сказать, значит, ну, мы тоже есть подсказка, которую надо попытаться использовать, так сказать, при анализе наших, вот этих процессов трансмутации, значит, в наших экспериментах. Значит, вот именно трансмутация может нам помочь определить основной физический механизм, который господствует вот в этих экспериментах. Это хорошая подсказка. Значит, может быть, она неверна, но вот обратить на это внимание, так сказать, я думаю, стоит. На этом я хотел как раз свое выступление закончить. Анатолий Иванович, вот перед тем, как заканчивать, повтори, пожалуйста, вот хотя бы по этому последнему, потому что очень много информации. Повтори, пожалуйста, каков материал катода или анода, каков материал вот этой пластины, которую вы ставите, вот этой фольги, которую ставите поперек потоку, каков состав газа, который вы вдуваете. Вот составы, пожалуйста, скажи. И еще раз. Еще раз, хотя я вообще там все это озвучивал. Еще раз напомни, пожалуйста. И еще раз, мы использовали в качестве электродов во всех экспериментах последнего поколения, значит, ну, прежде всего, это чистый никель. Фольга, чистый никель. И электрод, анод или катод? И анод, и катод. Это чистый никель и фольга тоже чистый никель, да? Чистый никель. Второе, значит, мы использовали, значит, разные газы, значит, но в первую очередь ставка сделана на инертные газы, гелий и аргон. Значит, поскольку мы не хотели связываться с процессами, значит, ну, известно, что металлы при испарении, они горят. То есть химическая энергия может тоже добавляться и выделяться. Значит, значит, поэтому, значит, мы делали эксперименты во всех вот этих вот экспериментах, о которых я говорил, как правило, в эксперименте благородного инертного газа при разном давлении. Ну, а вставка вот эта, которая вокруг там катоды леонода, из чего она? Значит, вставка у нас, как правило, значит, была, значит, из органического стекла. А ты можешь вот предыдущий слайд, где там схема, вот, чтобы как-то предметно. Ну, вот, 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 еще раз, вот смотри, мономер мы использовали ПММА-Ц5-Х8О2. Все же написано. Ну, да, так не просто это все увидеть, в секунду это мелькнул, это слайд, и все. Вот покажи все-таки схему, схему установки, вот, где-то там у тебя, вот, ну, вот этот вот. Ну, вот здесь, да, вот, например, здесь. Ну, вот тут посылается аргон, заполняет эту кювету. Значит, вот это фотографирование происходит оптические окна. Здесь устанавливается вот эта пушка эрозионная. Значит, вот, значит, на фольгу, значит, может подаваться, либо она, так сказать, без потенциала, либо может подаваться потенциал. Значит, тогда катод находится в пушке, а фольга находится под потенциалом. Ну, и, по сути дела, выполняет роль катода или она. А, значит, вот этот вот, там, ну, что там, второй, какой-то вот этот водород, содержащий вставка, вот, не уходи, пожалуйста, с этого. Ну, вот этот можно, да, значит, еще раз, вот, значит, номер два, это никель, это никель. Вот это никель, вот это вот никель, то есть электроды никель. А вот это вот, значит, ну, допустим, значит, вот то, что я сказал, ПММА. Да, но здесь нету этой самой, как ее, вот этой пластинки, вставки вашей нет. Вот вы на этом. Ну, а какая разница, что, так сказать, плавить, пластинку или этот конус? По сути дела, разницы там никакой нет. Так, и это самое, обдува никакого нету, да? Это просто… Обдува никакого нету, но за счет того, что вот идет эрозия материала, он выбрасывается из этого плазматрона, как вот реактивный двигатель он работает, с большой скоростью, там, ну, сотни метров в секунду. Вот расстояние, расстояние, вот длина вот этого дырки, не уходи, пожалуйста, из этого рисунка. Ну, подожди. Вот толщина вот этой модели, вот толщина этой модели 6 миллиметров. Толь, ну, зачем ты, ты же путаешь, смотри, вот здесь у тебя вдувался этот самый… Ничего не вдувалось, это работает плазматрон. Вот он… А, это плазматрон, вот видишь, я не понял, да. Да, так вот, пожалуйста, продольные размеры, пожалуйста. Значит, вот размер капилляра, как правило, 1-2 миллиметра, ну, если он раздолбан, 2 миллиметра. Вот это критическое сечение, откуда вытекает плазма, значит, 2 миллиметра, вот, ну, она и видна. А вот этот диаметр, значит, вот этой вот модели, значит, с конусом, это 6 миллиметров. Ну, это означает, вот глядя на этот рисунок, что у тебя примерно где-то 10 миллиметров расстояние между катодом и анодом. Это правильно? Да, да, до 20 доходило. И там напряжение, я так вот там где-то засек, порядка 500-600 вольт. Ну, значит, напряжение на батарее конденсатора, которое разряжается через капилляр, оно 600 вольт. Но там есть пробойный импульс, который позволяет пробивать там до 5 сантиметров расстояние между ними. А то есть поджигающий электрод еще есть? Есть, да. Перед тем, как разряжаться. Да. Ну, еще раз тогда сделай, пожалуйста, вывод. У тебя выводов нет? Вывод какой-то, вот, короткий вывод. В конце. Вывод такой. Во всех экспериментах с эрозионным плазматроном, значит, в которых создаются потоки углеводородной плазмы, значит, при взаимодействии с мишенями, выполненными из никеля, наблюдается трансмутация химических элементов на этих мишенях. Кроме того, наблюдается такая же трансмутация химических элементов на внутреннем электроде, значит, вот этот внутренний электрод, который у меня обозначен, значит, цифркой 2. То есть эрозия происходит в материале мишени 1, и эрозия происходит, значит, трансмутация элементов происходит на электроде, обозначенной цифрой 2. А если вместо вот этой 3 вы вставляете керамику, то ничего этого нет? Ничего нет. А вот снимок такой же, вот, как ты показываешь, красивый снимок с этим, ну, только на керамике. Вот, можешь показать? Вот, типа такого, только на керамике? Не, ну, конечно, можем, но сейчас здесь нет. Он, собственно, мало чем отличается, кроме того, что цвет плазмы будет, там не будет зеленого, там будет… Ну, я это имею в виду, это самое же, самое привлекательное, самое интересное. Ну, в следующем выступлении я постараюсь, значит, или даже в презентации, там, вот это, могу, значит… Ну, эти вопросы, да, на будущее. Друзья, я вижу ваши руки, руки, пожалуйста, поднимайте. Вот, Анатолий Иванович уже закончил, но, может быть, еще я какой-то один вопрос какой-нибудь ему задам. Хотя нет, наверное, в основном он все это делает. А, да, вот какой вопрос. Значит, я напомню, я в самом вступлении об этом говорил, что, и Марин об этом говорил, что ты тут сегодня в следующем вебинаре коснешься каких-то, ну, физических процессов, которые на его плазматроне творятся. Но я так понимаю, что сегодня ты совершенно о другом говорил. Ну, на самом деле, два, так сказать, вещи, они взаимосвязаны. И если я начинал с чего и закончил тем, что вот, значит, давайте в первую очередь разберемся с трансмутацией, с холодной трансмутацией химических элементов, которые наблюдаются во всех экспериментах, где есть металл и где есть водород. Ну, правда, ты там говорил о том, что вместо металла можно взять углерод, а углерод я пока не взял еще. Так вот, углеродных катодов у тебя не было. Значит, это не так. Значит, это не так, потому что, значит, вот еще раз, значит, ну, вот еще раз. Вот этот эксперимент Слободана, он как раз брал в качестве, значит, мишени карбоновую модель. И кроме того, если вы, так сказать, напряжете свою память, значит, когда я выступал, значит, на, там, ну, может быть, значит, в том году, значит, на вебинаре, вот в нашем вебинаре, я рассказывал вам про установку, значит, типа, значит, Марина, в котором я использовал как раз водородный резак, то есть это Алпас, который работает на воде. И он действительно получает вот и гидроксил, и водородную, гидроксил водородной плазмы. И вот в качестве мишени я рассказывал, что мы брали чистый углерод, достаточно чистый, и никель. И сравнивали, вот, значит, все это стояло в потоке, сравнивали калориметрию, значит, как выглядела. И тут же приводил вот данные по анализу, значит, вот трансмутации химических элементов, которые, ну, здесь вот у нас очень хорошее согласие с результатами Слободана. Там один в один вот на углеродной мишени химический состав элементов выглядел именно так. Анатолий Иванович, спасибо. Я свои вопросы, я в лес первым, как вот руководитель. Поэтому, друзья, извините меня, пожалуйста. Несколько рук поднялось, но не так уж много. Давайте спрашивать, потому что Анатолий Иванович сегодня изможден, и он такой полудоклад, по сути дела, сделал. Поэтому давайте наши вопросы задавать. Леонид Ирбекович, пожалуйста, Леонид, твой вопрос. Включи микрофон. Да, включил, спасибо. Ну, во-первых, спасибо Анатолию Ивановичу за содержательный доклад. Если Маринский доклад был технический, то это философский в основном. Но, тем не менее, у меня конкретный вопрос. Толь, скажи, пожалуйста, вот когда вы говорите о температуре и там во вравинских экспериментах, вы мерили ее по непрерывной части спектра? Леонид, значит, вот ты видишь, вот, значит, есть разные методы. Вот один из них – это оптическая интерфериметрия. Значит, тут ни о каком непрерывном спектре речи нет. Вот я вижу изгиб полос, вот этот, и могу восстановить профиль температуры, сказать, какая максимальная температура находится внутри этой плазмы. Это один метод. Второй метод – у тебя действительно вот наблюдаются довольно, значит, сложные спектры, вот, допустим, здесь. Ну, есть как отдельные линии, так и сплошняк есть. И имеются даже вот молекулярные полосы циана, вот как ты видишь. То есть, в принципе, молекулярно-колебательный спектр позволяет… Фу, колебательно-вращательный спектр мне позволяет оценить, ну, использовать циановый градусник. Значит, сравнить то, что получается с методом оптической спектроскопии. Могу по заселенности линии, ну, допустим, никеля, которых у меня довольно много, когда я использую никелевый каток, значит, посмотреть, какая у меня температура, значит, заселенности, значит, вот возбужденных никелевых атомных состояний. Значит, могу посмотреть по сплошняку, по ВИНу. По какому конкретно? Вот у тебя тут всего никель, одна полоса, извини, так? Да, вот. И с чем тебя сравнивать-то, собственно? Коль, значит, все-таки… Так, еще раз. Так вот, смотри, Лень. Значит, вот есть четыре, а может быть, даже больше методов определения температуры. Одна из них, там, значит, электронная температура, вторая – это черного тела, третья, значит, это газовая температура, вот это, значит, оптическая, спектрическая… Интерферограмма. Да, вот. И можно использовать и другие, там, ну, допустим, пирометры, так сказать, сажевых частиц полно, там, значит… Конечно, я, собственно, об этом и спрашиваю. Ответ получился. Они приблизительно все дают диапазон температур, вот где-то, начиная с двух с половиной тысяч и до четырех. Вот это диапазон… Двух до четырех, все, понятно. Значит, вот такого по вину графика не видно. Хорошо. Но остальные методы понятны, что там говорить. Второй вопрос. Значит, изотопный анализ делался? Кое-что мы сделали, действительно, вопрос хороший, значит, вот, значит, делали мы с литием, значит, вот изотопный. Если ты на мишени сделаешь присадки никеля или там, значит, ну, в кра… Значит, этот самый… Можно сделать вот мишень, так сказать, ну, которая будет вот на… Вставочка из никеля. Значит, вот, значит, в никеле там менялся изотопный состав, ну, если я не… Довольно значительно, на 16-20% в литии соотношение отличалось от природного. Нет, ну, вот это, конечно, самый, так сказать, важный аргумент, который говорит в пользу протекания низкоэнергетических ядерных реакций, это нарушение изотопного соотношения. Я не ставлю под сомнение достоверность твоих результатов. Все слова, которые тебе говорят, поверь мне, я с 2000 года слышу. Вот. Но единственный жесткий ответ на все критику – это измерение изотопного соотношения, ибо все примеси находятся в природном соотношении. Поэтому, если наблюдается изотопное искажение, то это явное указание на то, что протекают ядерные процессы. И немножко философские. Я уже поблагодарил тебя за доклад. Я очень рад, что ты растешь философски, что, наконец, ты обратил внимание на то, что получается так, как в природе. И это вот, так сказать, я очень тебя хорошо понимаю. Вот я это проходил в 2000 году, и вначале мне казалось, что все вот эти химические элементы, которые получались в природном изотопном соотношении, что это какие-то примеси, какая-то это. Когда я уже увидел, что, в общем-то, действительно мы получаем картину распространенности химических элементов в земле, в природе, то я как-то успокоился. Ну, значит, действительно, слава богу, мы ничего не изобрели, мы наткнулись на дикий природный процесс. И здесь, конечно, очень имеет преимущество гена Тарасенко, который у нас вроде как профессиональный геофизик, да, он хорошо знает, какие месторождения, какие, так сказать, там имеют место быть соотношения между химическими элементами. Действительно, это действительно правильный совершенно вывод, что это есть природный процесс, в результате которого, похоже, земная кора наша и образуется. Я рад, что ты до этого дошел. Ну, немножко ты пока резко говоришь там о, как ты говоришь, комбинаторике, ну, ничего, вырастешь еще. Дальше подумаешь, я обо то, что, так сказать, сопровождается неким излучением. Ну, ничего, еще лет 10 и додумаешься. Спасибо, спасибо Леониду Викторовичу. Ну, кстати, он нарушитель, но он у нас такой вот недавний, во-первых, участник, во-вторых, вот человек очень важный в нашем вебинаре, поэтому ему позволено было и вопрос задать, и высказаться. А вот остальных я прошу, сначала задаю вопросы, а потом можно минут по 5, по 10 высказываться. Валер, я просто боюсь, что у меня свет отключат, поэтому все выпадет. А, нет, ну, я и это тоже учитываю, Лёнь, да, спасибо тебе и за толковые вопросы, и за толковые замечания. Следующий вопрос, следующий задает вопрос Бычков. Он поднял вторую руку, но почему-то, почему-то его там, он вылетел из-за вебинара, а потом опять вошел. Володь, пожалуйста, твой вопрос. Я хотел узнать, меня слышно ли? Слышно тебя, да, слышно. Не очень хорошо, но слышно. Звук у меня вылетел, и поэтому я отключался и подключался. Я хотел спросить, правильно я понял, что важнейшую роль при трансмутации имеют именно катодные и анодные пятна? И второй вопрос, какая роль катодных пятен и какая роль анодных пятен? И третий вопрос, какие напряжения, напряженности или какие энергетические были параметры, когда возникали катодные пятна? Спасибо. Володь, ну, ты задал сразу много вопросов, и они на самом деле непростые. Значит, вот я пока высказываю предположения, но это вот, как и весь доклад, он высказан для дальнейшей программы, так сказать, боевых действий, так сказать, куда будет направлено наше дальнейшее исследование. Хорошо. Значит, посмотрите. Я хотел тогда получить возможность выступить по поводу какого-то... Володь, еще раз, значит, вот то, что в этих вот катодных пятнах пока не наведен порядок, но ты это прекрасно лучше меня знаешь, и одно из этих вот необычных свойств этих катодных пятен, то, что они вообще, вопреки здравому смыслу, в магнитном поле движутся не по силе Лоренца, так сказать. Это связано с другим, я хотел об этом поговорить, потому что у нас двигатель... Они движутся в другую сторону, и все считают, что вот природа этих вот катодных пятен, вот с грехом пополам, она смогли понять. Но она имеет много общего к одному. И там, и там, и там, везде происходит и в трансмутации, и, значит, вот в Лен-Рут, в холодном синтезе, и в холодном... И вот в автоэмиссии особенно, когда вот задействованы довольно сильные поля, связанные, так сказать, вот с автоэмиссией в импульсном разряде. А мы имеем дело с импульсным разряде. Значит, вот везде у тебя, значит, вот природа этих пятен, она, ну, мне кажется, далеко не ясна, но связана с тоннелированием. В данном случае, так сказать, выхода электронов из зоны, так сказать, проводимости наружу, то есть, вот это вот, значит, ключевое слово, тоннелирование, так сказать, по-видимому... Анатолий Баныч, это другое явление, правильно, это тоннелирование. Вот, поэтому, понимаешь, вот в свое время Гальданский, он сказал, что, ребята, вот смотрите, так сказать, вот есть же не просто химия, а академик Гальданский, его все-таки, так сказать, я, по крайней мере, уважаю. Он сказал, что, а есть же туннельная химия. Я все-таки призываю, что вот эффект тоннелирования, он, ну, очень важную роль играет в наших процессах. Насчет полей ты задал, величины полей. Ну, значит, я тебе просто сказать ничего не могу, значит, и ясно, что вот эти катодные пятна лучше всего реализуются при пониженном давлении. Они там, значит, и побольше, их, значит, легче наблюдать. И, значит, вот, ну, известно, что тут уже тут, ну, полуэмпирические данные работают. Мы ими пользуемся. Это есть, значит, нормальная плотность тока, когда катодное пятно начинает расширяться. Значит, при пониженном давлении она становится больших размеров. Значит, вот и... А вот дальше что, так сказать, вот ты меряешь, так сказать, откуда берется вот это вот напряжение, там, вот это фарадеево пространство, там, 400 вольт. Это сотни вольт берутся. Даже при пониженном давлении. Они все говорят, что все понятно, но на самом деле ничего не понятно. Правильно говорите. Потому что вы не читаете книжки про эфир. Ладно, потом поговорим. Да, ну, значит, спасибо. Было три вопроса, Бычкова. У меня от Бычкова Анатолий Иванович так как-то вот перескакивает, что-то ответил. Друзья, у меня просьба по одному вопросу, пожалуйста, задавать, потому что остальные слушатели могут не ухватить смысла. У кого-то там ребенок кричит, пожалуйста, проконтролируйте, пожалуйста. Валерий Николаевич, я бы хотел потом получить возможность поговорить. Можно? Да, да, да. Володь, у нас сейчас вопросы, а потом будут выступления. И мы тебе с удовольствием эту возможность дадим. Именно послушать тебя это интересно. Кащенко, пожалуйста, Михаил, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Слышно меня? Слышно, да. Очень хорошо. Значит, ну, во-первых, я, конечно, тоже хочу поблагодарить отличный доклад. И вот вопрос. Анатолий Иванович, вы вначале показали вот сажу, да, и сказали, что она заряжена. Заряжена. А какой заряд? Знак? Положительный, отрицательный? Вот этим мы детально не занимались. По честности говоря, я просто знаю, что вот если на эту сажу в конденсатор его посадить, она, так сказать, взлетает. И, значит, вот, по крайней мере, если оседает она на сетку, сетчатый электрод, значит, вот, он показывает потенциал. Но я сейчас точно могу, так сказать, уточнить, надо посмотреть. Ну, очевидно, что это будет отрицательный заряд. Это очевидно, так? Не, Валер, не очевидно, потому что у нас, когда мы стреляли вот этой пушкой, значит, по сетке, которая собирала у нас, пулемет сделали, не просто вот одиночный импульс. Вот то, что я докладывал, это одиночный выстрел. Она сделала выстрел, и все, а можно запустить пулемет. То сетка могла накапливать на себе заряд, и, по-моему, он был положительный. То есть мы вот доходили до сбора заряда, до 200 вольт, до больших значений. Там вот это сотни вольт были. Ну, вот это очень интересный вопрос. И все-таки я еще один маленький вопрос. Какой оптический спектрометр использовали? Мы вот тоже хотим посмотреть, буквально марку там назвать. Или вышлите мне просто на электронную почту, буду очень признателен. Михаил, ну, сейчас таких спектрографов с хорошим разрешением их достаточно много. У меня конкретно мы использовали АВАСПЕК 2048. Вот четыре различных канала, значит, с детальным спектром. Там 0,2 нанометра, по-моему, разрешение, или 0,1 даже. И, значит, вот обзорный спектр, один канал обзорного спектра. То есть всего получалось пять каналов. Ну, там разрешение похуже, если там 0,8 было нанометра. Понятно. Ну, и еще, а эволюцию, я видел вашу предыдущую работу, очень хорошая работа, где вы эволюцию смотрели во времени оптических спектров. Тут не смотрели? Нет, здесь мы не смотрели. Эта методика у нас, так сказать, ну, так, будем говорить только что, значит, вот, ну, вот то, что вы видели, это, пожалуй, пока все, что есть. Хорошо, все. Прошу прощения, что я тут много вопросов. Спасибо Михаилу Каченко, спасибо. Покулин, Валерий, пожалуйста, ваш вопрос. Включите, Валерий, включите этот самый микрофон, мы вас не слышим. Микрофон включайте свой. Вот, Анатолий Иванович, из каких мест вы брали пробы никелевого конуса с поверхности или из глубины? И на какой глубине? Были ли изменения в глубине конуса? Хороший вопрос тоже, значит, на самом деле, значит, брали, значит, вот в основном на поверхности действительно конуса, значит, там, это буквально там микронных размеров, так сказать, слой максимально, но, значит, были измерения, ну, допустим, вот мы когда использовали электроды не из никеля, а из вольфрама, значит, мы смотрели, вдруг там в спектрах, вот, ну, вот я вам показывал, там, у нас было, мы изучали горение пропана, и по поверхности, мы увидели, изучали уже в то время, начали смотреть, как, значит, что происходит с поверхностью металлов, значит, вот в экспериментах с углеводородной плазмой, значит, ну, и впервые тогда обнаружили, что там появляется в большом количестве на лантан на работе, то есть вольфран, лантан, значит, так вот они где-то на расстоянии, там, дай бог памяти, там, ну, где-то вот буквально 10 микрон, значит, по-моему, они, лантан падал, а его место занимал вольфран, то есть выравнивались в концентрации, а потом, значит, лантан вообще исчезал в глубине. Это 10 микрон примерно? Да, приблизительно 10 микрон. Но я могу точнее сказать, если я посмотрю, вот это, если вам это важно, я могу поточнее, у нас все эти протоколы имеются. Имеются. Да нет, просто. Спасибо за вопросы. Валерий, у вас больше нет вопросов? Нет, спасибо. Так, и, значит, это последний у нас вопрос. Александр Павлович Никитин, пожалуйста. Анатолий Иванович, я знаю, что вы против комбинаторики, но вот сейчас вот тут Леонид Норбекович уже допытался до вас. Но все-таки, тем не менее, хотелось бы все-таки уточнить, да, всю эту цепочку. Вот в качественном плане вашего эксперимента, ну и в энергетическом, скажем, грубо я говорю, был там, скажем, никелевый электрод, такой-то изотоп. Мы стрельнули органикой там, да, оргстеклом, там такой-то состав, такие-то изотопы, да, появилось в конце, такие-то изотопы, такая-то энергетика. Вот тут произошло увеличение, появилась какая-то энергия, вот эту цепочку. Ну, я уж не говорю о какой-то теории тут, ну, хотя бы вот цепочка есть такая? Ну, вот смотрите, безусловно, это важный вопрос, безусловно, связать, допустим, значит, наработку трансмутированных элементов по массе, по концентрации относительно, значит, вот исходного вещества, никелев, в котором там, ну, практически. Я не хочу сейчас говорить об изотопах, потому что изотопный анализ, это, значит, вещь очень сложная, это вещь очень дорогая, и вот, ну... Ну, все-таки какой никель был, 58-й или какой? Нет, ну, природный состав там все четыре изотопа, ну, причем 58-й. Значит, четыре изотопа... В основном, в основном, ну, это же важно. Нет, ну, еще раз говорю, ответ на ваш вопрос, значит, он двоякий. Первый, мы этих экспериментов с изотопным анализом, их у нас раз в два доотчет, делали очень маленький, дорогой эксперимент, и пока я не нашел вот такого надежного места, где можно делать экспрессные, значит, вот эти анализы, значит, и чтобы можно было в режиме онлайн, там, практически, так сказать, сделанного эксперимента. Это главный анализ, значит, вот, но тем не менее, есть вторая часть вашего вопроса, которая, мне кажется, очень важна. Вот смотрите, значит, вот мы сейчас работаем, у нас есть, значит, реактор, который работает на водяном пару, ну, как говорится, на никелевом электроне. Значит, хороший реактор, хороший производитель, с давно мы с ним работаем, вихревой реактор, о котором рассказывал, вот, как раз, Мари, значит, он его уже довел почти там до демонстрационного времени. Значит, и вопрос был в одном, если я беру, вот, осадок, который я могу в состоянии через водяной забор собрать всю эту эрозию вещества, которое, значит, у меня полетело с никелевого электрона. Допустим, никелевые электрона, значит, вот, вот эта вот микропыль, эрозия, это же микрочастицы, они субмикронных, микронных, микронных, равномерных, даже нано, разумеялись, так сказать. Значит, вот, десятки нам, это, конечно, не нано, а десятки. Значит, вот, собираю, ну, я обычно вот это в водяном запроле, потом выпариваю, несу на анализ, и что я вижу? Я вижу, что, что вот никель-то остается в этом осадке у меня там 30%, остальное у меня там, значит, ну, допустим, довольно много после никеля, там, я вижу, там, нарабатывается у меня, ну, к примеру, силийцем или алюминий. Значит, ну, вот, его не было, он наработался. Значит, или там, вот, я вижу, никель на первом месте по концентрации, идет цинк. После, вот, как он постоял, он в этой самой, я вижу, что цинка у меня наработалась, так сказать, 20% от всего состава. Это вот 30%, значит, никеля исходного. Значит, я хочу проверить, вот, есть у меня, допустим, идет реальная трансплутация, связанная с тем, что, так сказать, одни вещества переходят в руки, есть дефект массы. Вот цинк и никель. На этом дефекте массы, значит, я знаю, сколько у меня всего, взвешиваю электрод, знаю, сколько всего ушло, вот, прореагировало этого никельного образца. Ну, там, как правило, один миллиграмм на секунду идет расход. Значит, вот, значит, я вижу, что при этом у меня в реакторе выделяется приблизительно киловатт дополнительной тепловой мощности. Значит, делаю, вот, значит, сколько у меня получается удельная величина, значит, на одну частицу, вот этого эрозированного вещества, на один миллиграмм. Сколько у меня, вот, приходится, значит, электронный вольт. Прихожу к выводу, что, значит, у меня, получается, там, ну, один киловатт делен на один миллиграмм в секунду, получается, значит, один кэф на один атом никеля. Беру дефект масса, цинка и никеля, ну, известно, что это дефект масса в порядке двух мэф. Значит, что меня, я становлюсь, ну, по сути дела, в неловкое положение, так сказать, в неловкую позу. Значит, что у меня должно выделиться энергия намного больше, чем я вижу, так сказать, на самом деле. Куда делась тогда энергия? Или, и это все-таки не связано с трансмутацией ядер, а мы имеем что-то другое. Вот эти вот элементы, они, так сказать, являются неустойчивыми, фальш-элементами. Ну, вот, типа двухядерных атомов, о которых я пытался рассказывать много-много раз. Значит, то есть ядра-то находятся в таком молекулярном соединении, они близко находятся, но это не слитая ядра, это, так сказать, значит, ну, скорее напоминает молекулу, в которой обслуживает внутренний электрон. Но это не внешняя, а внутренняя химия. Вот. И тогда, вроде, концы с концами сходятся. И я тогда подумал, если это фальш-элементы, я их могу так же спокойно разрушить. Ну, там, кэвы. Ну, я посвящу кэвным источникам, значит, я сделал такой эксперимент. И вот вторая работа, которая там доложена была, и сейчас вышла вот эта джорнала конденсива, посвящена как раз распадной неустойчивости полученных якобы, значит, трансмутированных элементов. Оказывается, это нестабильные вещества. Их разрушить ничего не стоит. Анатолий Иванович, еще короткий вопрос. Вот контролировалось какое-то излучение от Вашего реактора? Ну, хотя бы электромагнитное или еще там какое-то? Там зашкал, она так и называется. Ультрафиолетовая катастрофа, открытая еще Петром Леонидовичем Каппийцем. Значит, мягкого рентгена вываливает столько, что все датчики захлебываются. Ну, все-таки энергия может тоже уходить в излучение очень много. Конечно, конечно. И я думаю, в тепло переходят. Измерения МИЛСа, они вот как раз были посвящены, как из рентгена мигрирует энергия в тепло. Он показал, что, так сказать, на самом деле изначально 90% энергии сидит в рентгене. Вот сколько. Это киловатт в рентгене. Спасибо. Спасибо, Никита. Он раскрутил, значит, Анатолий Иванович на интересное рассуждение относительно дефектов масс, которые тут могут быть. Вот, значит, Кудряшов, Вадим, пожалуйста, Ваш вопрос. Слышно, видно меня? Ну, и слышно, и видно, да. Я себя просто не вижу. Ну, мой вопрос предусмотрел предыдущий вопрос. Я как раз хотел спросить насчет излучения, которое происходит в этом реакторе. Вот, занимаясь Сергеем Михайловичем Годиным, генератором Вачаева, мы заметили, что наиболее все-таки такие продуктивные процессы трансмутации идут в тот момент, когда этот генератор выдается частотное колебание. Причем спектры от сотен килогерц до сотен мегагерц и даже гегагерц уходят. А вот здесь регистрировались, и как более подробно, может быть, сказать, какие частоты характерны для работы этого реактора, и всегда ли они как бы совпадают по частоте, или есть какие-то все-таки сдвиги в зависимости от того, что мы получаем? Ну, вы задали вопрос ближе к реактору Вачаева. Здесь, конечно, вот то, о чем я рассказывал, это такой моноимпульсный генератор Абраменко. Значит, вот он плюхнул этой плазмой, эрозировал материал и создал такую эрозионную струю. То есть, за миллисекунду там что-то померить, какие там спектры, невозможно. Я вас уверяю, это, так сказать, глупое дело, так сказать. Значит, ну, тем не менее, пытаться можно сделать. Вот, гораздо проще все это делать, вот, ну, в стационарных реакторах или с помощью генератора Абраменко в пулеметном режиме, когда он строчит не один импульс, а много. Там вот он, я могу заставить 50 Гц, чтобы он работал, 100 Гц, и он будет работать. И тогда вот вы усредните, наберете, так сказать, вот спектр свой, который вам надо расшифровать. Ну, в общем, мы сейчас вот эти спектральные измерения сделали. Сережа знает, и он, наверное, вам рассказывал. Значит, действительно там, значит, это сейчас во всем мире признана. Последняя вот конференция на, значит, по вот этому холодному синтезу, американская, вот, 24-я, она, так сказать, красной линией вынесла, что во всех экспериментах необходимо регистрировать электромагнитное излучение, значит, РФ. И, в общем, если говорить, это мегагерцово и СВЧ-диапазон. То есть вот в этой, значит, у нас то, что мы, значит, регистрировали, так сказать, вот, Степановичем, Анатолием Степановичем, значит, вот, в реактор сационарного типа, значит, мы наблюдали в спектре очень большая, получается, компонента в области 25 МГц. Там есть пики, несомненные, так сказать, пики, которые тоже указывают на какие-то процессы важные, значит, вот там, ну, по крайней мере, мы два пика таких мощных наблюдали. Вот это, если говорить про ваш генератор, вот, Ватшаева. То есть, ну, у нас есть другие генераторы похожего типа, вот, такие спектры наблюдаются. Хорошо, спасибо. Спасибо Кудряшову, значит, ну, вот, Широносов, пожалуйста, это, наверное, последний вопрос, а потом Уруцкоев уже, видимо, выступить, выступить захочет. Да, Валентин, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо, если меня слышно, просто я извиняюсь, что поздно, потому что я был на конференции. Слышно, 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 да. Слышно, замечательно. Атур Иванович, очень большое просьба, я говорил, то есть, наша мечта, вдруг у вас появился магний, вот, вдруг вы сможете определить, если магний 25 особый интересный. Да, я помню ваши пожелания, запрос ваш, значит, ну, вот, опять, видишь, это изотопный анализ, вот, сейчас он тормозит. Надо, конечно, как-то в складчину нам, ну, огадывать, так сказать, ну, для изотопного состава должен быть. Ну, я тоже попробую, поищу, потому что это лучше, чем золото и платино, это гораздо дороже, кажется. И второй вопрос, вы сказали про свечей регистрации спектра, попробуйте все-таки в диапазоне 40-70, скажем, гигагерц, там должны появиться опеки. Гигагерц? Да, гигагерц, миллиметровый диапазон, обязательно появится. Ну, вот, этим мы не занимались, к сожалению, там больше вот как раз занимался Годин, значит, я не знаю, он в свечей залазил. Но то, что сейчас люди наблюдают в терагерцовом диапазоне, вот сейчас это самая мода, писк моды, терагерцовый диапазон не гигагерцовый, а, значит, уже получается там терра. Нет, я это понимаю, это Девятков Академик занимался, и там есть аппаратура в Москве такая очень хорошая, на которую можно было посмотреть. Мы попробуем повторить ваши опыты, у нас есть миллиметровый диапазон просто, было бы интересно. У нас есть генератор 8-миллиметровый, можно попробовать. У нас есть спектролизаторы, все есть, спасибо. Спасибо, да, друзья, ну и теперь, значит, вот переходим к выступлениям. Вопрос можно? А, Лень, ты еще вопрос хочешь? Ну, пожалуйста, конечно, да. Толь, я правильно тебя понял, вот у тебя образовался цинк, а дальше ты источником КЭВН, я не знаю, сказать, это что, у тебя в качестве КЭВН источника, ты посветил и цинк исчез, я правильно понял? Он не исчез, но на самом деле это опубликовано, вот ты можешь посмотреть, его концентрация резко уменьшается, но появляются другие, соседние клеточки заполняются, понимаешь, он как бы, так сказать, мигрирует в соседние зоны. Толь, вопрос был, чем ты разрушаешь? Я разрушаю либо электрическим разрядом плазмы, либо, значит, гамма-источником. И вещество исчезает? Вот концентрация вот этих вот трансмутированных элементов, допустим, мы работали на титане, появился рядом там с титаном, значит, вот соседний элемент имеет там никель, они исчезают, а титан остается. Титан как был стабильный, так и есть. А вот эти вот сателлиты, которые, так сказать, значит, наплодились, они очень динамичны. Ну, вот это, вот это молодец, Рудской, что он тебя раскрыл на этот вопрос. Ты об этом извини меня, если и говорил когда-то, то я при этом не присутствовал. Это супер важное, вот то, что ты сейчас говоришь. Хорошо бы еще отдельно на эту тему поговорить. Для начала я советую посмотреть последний том, значит, джорнала конденсмента, там все уже опубликовано, издано. Прекрасно. А у тебя есть оригинал статьи на русском? Лень, для тебя все найдем. Все, спасибо, тогда жду. Спасибо. И теперь переходим, значит, закрыли вопросы и переходим к выступлениям. Значит, вот, Бычков, пожалуйста, Володя Владимирович, пожалуйста. Включи микрофон, пожалуйста, выступление. Володь, там у тебя выключен микрофон. Как сейчас слышно? Да, да. Когда мы писали Зайцевым книжку, я выступаю, значит, Зайцевым по этому, по эфиру, по эфиродинамике, мы столкнулись с вопросом, который задал Анатолий Иванович, как быть с катодными пятнами. У нас мы просмотрели все кучи, много книг, в которых ничего не было по существу, как возникают катодные пятна. Значит, про нудно еще хуже, так, я ничего про нудно лучше не нашел, но, в общем, кончилось это тем, что пришлось нам придумать свою собственную теорию катодных пятен. Идея довольно-таки тяжелая, или, я не знаю, простая, что в твердом теле, где есть разность потенциалов, течет эфир. Эфир вылетает из твердого тела под действием давления эфира, под действием давления собственного, и он вылетает через сопло. А сопло — это атомная структура, ну, как бы сказать, атомная решетка. Вот это представляет собой набор сопел. И там, где возникает деформация атомной решетки, там возникают катодные пятна. То есть эфир вырывает, то есть эфир вытекает, как из сопла, разрушая по пути оболочку твердого тела. Возникают там вихри. Вихри — это не что иное, как электроны. Но мы тогда не додумались, что на самом деле одновременно, если эфир вытаскивает электроны в виде вихрей, он также будет вытаскивать и кучу других компонентов, которые могут образовываться на поверхности твердого тела. То есть идет синтез вот в этих катодных пятнах, идет синтез под действием давления эфира. Вот такая была идея. И она показывает, что тогда на самом деле электрические поля не столь важны, когда говорят о том, что образуются. То есть идет эфир, который под действием электрического поля, который создает давление такое, что разрушается оболочка твердого тела. В ней образуются как электроны, так и какие-то компоненты. А дальше электроны, поскольку они получаются, что они там ускоряются, вот они и летят дальше. Поэтому у них получается сначала парадеевое пространство, то есть сначала возникает очень тонкий слой, где у них большая энергия, потом возникает парадеевое пространство, а дальше идет все явление, как в электронном пучке. То есть все дальше идет, как будто бы катод играет роль, катода прямо в электронном пучке. И электроны уже летят, как в электронном пучке. То есть у нас получается вот такая ситуация. Эфир, его давление создают катодные пятна, то есть они создают дефекты в твердом теле, то есть они создают такие сопла. Сопла приводят к тому, что появляются на их выходе вихри, которые превращаются в электроны. И одновременно идут реакции с поверхностными атомами, которые приводят к появлению, ну, можем сказать, атомов другого рода. А дальше идет ускорение электронов под действием, вот уже под действием этого поля внешнего. Вот то, что у нас было написано в книге. И эта книга там подробно описывается, приводится в сравнении с экспериментами по ионизации, по эмиссии. И так что вот вопросов о том, что никто не рассматривал катодные пятна, это не совсем корректно. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо, спасибо. Ну, вот, насколько я понимаю, что Климов катодные и анодные пятна не рассматривает как какой-то важный все-таки. Хотя был момент сегодня, он сказал, что основные трансмутации именно в пятнах происходят. Но в дальнейшем почему-то этот тезис не эксплуатировался. Просто это самые важные места в твердом теле, откуда все вылетает. Если эфир выдавливает электроны, то эфир то же самое выдавливает и другие компоненты и превращает их. То есть одни атомы существуют под действием эфира, а они могут трансмутировать. То есть они прямо на поверхности твердого тела и совершают реакцию. Валер, можно я немножко ремарку сделаю к Володиному выступлению? Да, конечно, конечно. Володь, значит, ну, на самом деле то, что ты сказал, надо будет еще, чтобы ты мне перевел на русский язык. Потому что врубиться, конечно, достаточно сложно. Но, наверное, вы продвинулись к пониманию. Значит, но, значит, я-то говорил о другом. Что вот мы только сейчас поставили себе такую цель, задачу, значит, посмотреть. Вот действительно, значит, ну, кратеры возникают, когда у тебя есть сильноточный разряд, искровой разряд. И тогда катодное пятно, оно действительно в виде кратера, оно визуализируется. И там полно... Это сопло. Это сопло. И там... И там... Осторожно. А это внутри. И там действительно полно какого-то темного вещества, похожего на углерод. Значит, ну, вот мы решили это все чистенько сделать. Сделать разряд плоскость иголка. Вот в условиях контролируемых, так сказать, когда импульс определенных джоулей пробивает вот этот кратер. И тогда уже синхронизируя вот эти два процесса, то есть я знаю, что я пробил, я пробил этот кратер. И с него я беру вот этот вот... Теперь определяю состав транспортированных элементов. Если окажется, что так оно и есть, Мацумото именно об этом говорил на самом деле. У него же ползало катодное пятно по электрону. Тут далеко фантазировать не надо. Значит, ну, просто об этом, если ты расскажешь плазменщикам, которые профессионально работают в плазме, то вы ничего не знаете в физике катодного петла, катодных явлений. Вам надо вот залезать в метр, а там все ясно. Там у тебя, если идут высокоэнергетические реакции на уровне КЭВа и выше, то все понятно, что у тебя вылетают электроны, так сказать, ну, вот из внутренних оболочек атома. Они должны... Это же вот как вам диактивный изотоп. Если есть мервные электроны, они... Мы говорим, что у вас электроны формируются на поверхности твердого тела. Они не из каких оболочек не вылетают. Ну, подожди, подожди. Нет, я для всех говорю, не только для тебя. Значит, я говорю о том, что тогда вот природа высокого напряжения, но радиоизотопные источники, они на этом принципе не все построены. Это маленький ток. Там большие поля, большие потенциалы. Ну, а тогда природа высоких полей, в котором пекли, вполне ясна. Есть генератор энергетичных, хм-ных электронов. Как скоро там сотни электрон-вольт. Хм-ных электронов. Все сходится одно с одним. Анатолий Иванович, я говорю об эфире, который давит. А вы его выкидываете, как будто бы его нет. Нет, ну ты подожди. Вы обходите обходу. Я говорю, без эфира вы никак не получите этих полей. Поля это и движение эфира. Ну как я тебе буду этот эфир регистрировать? А вот это сильное поле и есть эфир. Нет, ну как ты будешь его регистрировать? Нет, это именно так, что сильное поле и есть эфир. Оно именно сильное поле. Эфир, и оно вот тянет. И давление в катоде, это на самом деле давление эфира. Ну давай на эту тему мы отдельно поговорим. Да, друзья, это такая вот уже... Я хотел бы прочитать хотя бы книжку, которую я вам подарил. Ну это правильный совет. Книгу надо читать, Бычкова. Володь, спасибо за выступление. Анатолий Иванович говорит про электроны, которые существуют. А ты говоришь про электроны, которые именно в этом месте рождаются. Ну это совершенно в огороде Бузина, в Киеве дядьке. Разные вещи. Ну тем не менее, спасибо, Володь. У него электроны тогда берутся. Он не отвечает на вопрос, откуда берутся электроны на катоде. Из холодного синтеза. Из процессов холодного синтеза. Вот это и есть. То есть я и говорю, что на катоде берутся эфиром, создаются электроны. Они из твердого тела не вылетают. Ничто им не даст вылететь из твердого тела. Это вопрос к основам. Квантовые твердого тела электроны не вылетают из твердого тела. Володь, Володь, Валерий, можно маленькую ремарку? Володь, Владимир Иванович, дело в том, что по твоей теории получается, что искровой массоспектрометр показывает ерунду. Наверное. Наверное? Но это же проверено, что это не так. Он показывает то, что есть на самом деле. Показывает изотопные составы, показывает концентрацию. Я не знаю. Я вам ответил. Но там напряженности полей. Будь здоров. Для того, чтобы испарить все это дело, потом разогнать, потом это. Что такое? Это неправильно. Володь, 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 извини. Давай, я тебя прошу сейчас выключить, пожалуйста. Потому что тут у нас уже такой спор. Спасибо Бычкову за то, что он напомнил нам, что есть идеи, что электроны рождаются из эфира. Правда, не вполне ясно, как там с квазенейтральностью будет. Но это, может быть, мы отдельно как-нибудь обсудим. Спасибо Бычкову за комментарий. Пархомов, Саша, пожалуйста, тебе слово. Замечательный доклад, как всегда, у Климова. И эксперименты очень важны. Я бы сказал, эксперименты высококачественные. И такого класса экспериментов, я бы сказал, не только у нас в России, но и во всем мире, можно сосчитать по пальцам. Но я хочу обратить внимание вот на что. На обобщение, которое вот Климов сделал в своем докладе. Что во многих экспериментах появляются вот одни и те же элементы. Натрия, алюминий, крем, кальций, релиза. Вот эти вот элементы, ну там еще некоторые. И это ведь характерно не только для плазменных реакторов. Это то же самое мы наблюдаем и у нас на никле-лагородных реакторах. И на реакторах с лампами накаливания. А вот то, что это примерно то же самое, что и мы находим в содержании, то, что содержится в земле, в земной коре, это вообще очень-очень важно. Это может быть, значит, даже имеет фундаментальное значение, которое перевернет многое в наших представлениях о природе. Вот смотрите, значит, если вот в наших реакторах происходит то же самое, что мы наблюдаем на земле, это указывает на то, что вот эти вот холодные трансмутации являются не какой-то экзотикой, а вообще вот эти вот процессы являются очень важными в природе и, может быть, даже вообще определяющими все то, что происходит вообще в космосе. Вот я бы, вот смотрите, вот то, что у нас, я бы сказал, что может быть, и это очень похоже на правду, то, что наша Земля является таким гигантским реактором. Смотрите, вот внутри находится белезоникелевое ядро, имеющее температуру там порядка 5000 градусов. Вот, а мы видим, что, значит, вот, в частности, наши опыты показывают, что около раскаленных металлов происходят ядерные трансмутации. И вот это вот ядро железоникелевое, которое находится в Земле, оно является источником агента, который происходит, который производит ядерные трансмутации в мантии, это сферы Земли. И вот все то, кстати, богатство элементов, которое накопилось, оно связано с работой вот этого вот лендр-реактора, земного лендр-реактора. Ну и аналогичные, видимо, реакторы и в других планетах имеют место. Вот смотрите, почему железо-никель? Железо и никель – это те элементы, которые сваливаются в конце концов любые трансмутации. В результате, ну, сначала получаются вот эти элементы, которые мы видим, а потом они постепенно-постепенно перерабатываются до железа и никеля, а дальше уже некуда. Вот это вот уже продукты, продукты лендр-реакции, они накопились и опустились в центр Земли. И поэтому образовалось вот это железо-никелевое ядро. И смотрите, вот тепло Земли. Вот Земля, известно, что Земля генерирует значительное тепло. Пытаются объяснить это тем, что происходят радиоактивные распланы. Но на самом деле, если многие уже обратили на нас внимание, что радиоактивных распадов совершенно не хватает на то, чтобы объяснить тепло, которое идет из меры Земли. И можно предположить, что именно благодаря тому, что Земля является вот таким вот лендр-реактором, и генерируется не только вот эти вот элементы, но и генерируется тепло, которое, значит, мы наблюдаем исходящим из меры Земли. Ну вот, спасибо, вот то, что я хотел сказать. Спасибо, Александр Беоргиевич Пархому. Михаил Каченко, пожалуйста, Ваш комментарий. Значит, мой комментарий такой. Первое. Ну вот я, безусловно, поддерживаю мысль, которую озвучил, так сказать, Анатолий Иванович, что это не простая комбинаторика. То есть вот эти изотопы, ну и легко посмотреть, они, в общем-то, на три попадают. Но я-то вещи давно установил. Ну и тут вот это очевидно. Значит, одна совокупность. Это альфа-кластеризованные ядра. Ну, к сожалению, пока нет данных по изотопному анализу, да. Но, вот, конечно, основной изотоп там обязательно будет присутствовать. То есть я имею в виду, ну, понятно, значит, это тот же кремний, да. Основной изотоп там семь, значит, альфа-частиц, грубо говоря, ядер, да. Значит, тот же магний, так. Но это, опять же, на единичку меньше. Тот же кальций альфа-кластеризованный, так. Теперь, понятно, что есть примыкающие, и здесь я тоже согласен, ну, вот, нейтроноподобные, ну, я называю их квазинейтронные состояния, это без разницы. Это когда у вас протон, а их тут тоже полно водородов, как и альфа-кластеризованных, как и, кстати говоря, присутствие гелия, гелий здесь может быть не пассивным, да. Ну, та же сера, допустим, тоже альфа-кластеризованное ядро, пожалуйста, кремний плюс гелий дает серу, да. Так вот, значит, одна совокупность – это альфа-кластеризованные ядра, и понятно, почему они, так сказать, как тут основа. И к ним примыкающие, когда захватываются по протончику из квазинейтронного там или нейтроноподобного состояния, ну, вот тот же алюминий – кремний плюс H, натрий – это магний плюс H, купрум – это никель плюс H, так, то есть уже, поскольку здесь идет эрозия электродов, ну, мы эти вещи проделывали, если вы поменяете, значит, накопаемую электроду, у вас обязательно появится цинк, как, собственно, мы это и наблюдаем, да. Ну, и третья совокупность реакций, ими все исчерпывается, это реакция распада никелю эрадированного, да, ну, допустим, можно говорить, никель там титан плюс углерод распадается, никель там хром плюс бор, никель там сера плюс углерод, хотя они все есть. Ну, то есть многие, ну, некоторые элементы здесь перекрещиваются, это только усиливает их содержание. Значит, первый вопрос мне представляется, в смысле, первый вывод мне представляется совершенно понятным, естественным и ожидаемым. Я бы даже так сказал, что это не случайный какой-то перебор. Вот. Теперь вот второй вывод. Здесь я не согласен, речь идет о том, что, ну, Анатолий Иванович, что-то не категорично. Он говорит, что вот на первом месте у нас трансмутация, это правильно, да, ну, что давайте разберемся с ними, но с ними, на мой взгляд, все понятно. Вот на мой взгляд, я не буду здесь никого в этом плане, ну, как-то говорить, что на другой взгляд это может быть по-другому, ну, нет, понятно. А вот второй момент, что, так сказать, давайте отвлечемся от странного излучения, ну, вот здесь я не согласен. Дело в том, что вот та идеология, которую излагал в свое время и сейчас, как я понимаю, не отказывается, Леонид Ирбекович, что есть и катализирующий процесс реакции, да, ну, тот катализ, какой я понимаю, я его излагал, я не буду его навязывать и повторять. Значит, это тоже совершенно важная и неотъемлемая часть. То есть, ей не надо пренебрегать. То есть, весь этот набор реакций на самом деле без наличия этих катализаторов он просто не реализуется. То есть, мы их можем, конечно, легко писать по законам сохранения, так сказать, ну, по крайней мере, заряда, зарядового числа ибарионного, так, вот, но они на самом деле не пойдут, потому что разговоры о том, что мы можем преодолеть каким-то, так сказать, ну, я понимаю, я опять не хочу никого здесь критиковать или там как-то опять же отодвигать в сторону, но, на мой взгляд, вопрос правильно был поставлен в классической ядерной физике о необходимости преодоления кулоновского барьера. Ну, против кулона на самом деле работает только кулон. Допущение, что мы тут можем, значит, нейтрино обойтись и тут, так сказать, ну, не получится это. А вот против кулона работает кулон и вот те отрицательные заряды, какие, так сказать, у нас концентрируются, и я не случайно задал вопрос, как же заряжен массажа? Ну, вот, Анатолий Иванович, просьба выслать мне, да, все-таки, как же она заряжена? Вот он, несомненно, столь же важен, как сам синтез. Более того, сам синтез без ответа на этот вопрос, он на самом деле не объясним. Хотя он очень просто объясним с учетом того, если мы понимаем, как же катализируется реакция. То есть, в первую очередь, как преодолевается вот этот вот кулоновский барьер. Ну, а что касается необходимости изотопного анализа, да, конечно, это очевидно, и Анатолий Иванович, это очевидно, и всем это очевидно, и во что это упирается, тоже всем очевидно. Поэтому еще раз большущее спасибо за доклад, было очень интересно, если не трудно, вот мне все-таки марку там конкретную оптического спектрометра, потому что вот эти вопросы, как эволюционируют эти спектры, это тоже завязаны, причем однозначно, и интересно проверить этот момент. Значит, благодарю за внимание. Спасибо, Кащенко, и, значит, у нас вот, давайте мы ограничимся уже тут два, и, пожалуйста, так, достаточно быстро, потому что мы уже два часа, вот, как-то надо пожалеть Анатолий Иванович. Ирина, пожалуйста, Владимир, пожалуйста, ваш комментарий. У меня, собственно, простой, простой комментарий. первое, конечно, что безукоризненный, суперинтересный доклад. Второе, что с самых первых публикаций с 92-го года во всех наших работах практически присутствовал анализ, или написано было, горячие точки, локальные места с наибольшей эффективностью трансмутации. Вот, то есть, это могу сбросить работы, если кто-то в этом сомневается. Вот, второе, второй такой момент. Вот, Анатолий Иванович, я не знаю, наверняка знает колдомасовские работы. Вот, он как раз, колдомасов, в своих энергетических достижениях использовал вот, вставки. вот, ну, я вот на сию минуту точно не помню состав, то есть, он все, прошел кучу всевозможных материалов, и вот только на одном, значит, максимальный эффект получался. И еще у него очень зависло, я увидела, что вот у Анатолия Ивановича там миллиметровое отверстие в этой вставке, а вот размеры другие я не увидела. Вот у колдомасов тоже вполне определенные размеры, в которых достигался энергетический выход очень большой. Вот. А третье у меня такое, Анатолий Иванович, можно попробовать ваши материалы, проанализировать у нас на изотопный состав. Ирин, я тебя ловлю на славе. Будет приятно встретиться, во-первых, а во-вторых, ну, используй для дела. Ну, в общем, вот этот отдельный вопрос мы обговорим. Сделать совместную работу. Ну, только исходный обязательно должен быть. Ну, конечно, конечно. Ну, еще важно, Ирина, еще важно, каким методом изотопный делается, потому что опять там начнут электрическим разрядом испарять как-то, и все это... А лазерная абляция, у меня, надеюсь, масс-спектрометрия с лазерной абляцией, то есть и с лазерным... Валер, сейчас быть бы живым, не до жира. Ну, хотя бы с этого начать. Хотя нам с тобой очевидно совершенно, ты об этом сегодня говорил, что при этом, конечно, изотопный и даже элементный состав будет меняться при подготовке среды для анализа. Спасибо, Ирина, за комментарий и за предложение. Киркинский, пожалуйста, Виталий, ваш комментарий. Во-первых, я присоединяюсь к высокой оценке доклада Анатолия Ивановича и хотел бы ответить только две вещи. Ввиду дефицита времени. Первое, что вот те механизмы, о которых он говорит, оказывается они имеют общее с тем, что происходит и в электрохимии, и в системах металл-дейтерия или металл-водород. И вот работа, которую я представлю сейчас, там вот мы попытались количественно посчитать и показать, что действительно есть реальные механизмы для того, чтобы их такие трансмутации осуществлять. И второе, по поводу комментариев возможностей приложения к природе. на эту тему я сделал уже целый ряд докладов на разных формах, в том числе и на наших совещаниях. И там можно профессионально показать, что не просто от земли идет поток, а идет он от ядра. Это можно геофизическими методами доказать. И по составу ядра, и по всему значит однозначно, что там происходят реакции и холодного ядерного синтеза и особенно трансмутации. Есть ряд индикаторов. Ну, например, то, что таких слабов, которые идут от ядра, там четко фиксируется соотношение гелия-3 к гелия-4 на порядок больше, чем в обычных породах и по ряду других элементов. То есть это уже можно подтвердить совершенно твердо. Таким образом, в общем, для Земли, между прочим, это имеет огромное значение, потому что это получается по моим представлениям это главный источник энергии и именно трансмутации. Не столько даже синтез, сколько трансмутации. Так что оказывается, что можно найти некие единые механизмы как в природе, так и в разных способах осуществления холодных трансмутаций и синтеза. Спасибо. Спасибо, Виталий Алексеевич. Да, и последний тогда у нас комментарий. Вот, Леонид Эрбекович, пожалуйста. У меня не комментарий, у меня вопрос к Ирине. Я правильно понял, что у них есть лазерный масс-спектромет производство города Сумка? Ирина? Ирина? Нет, Сумского нет, это канадский. Какой? Канада. Лазерный да? Да. Время пролетное или магнитное? Магнитное. Очень плохо слышно. Магнитное, магнитное. Магнитное, да? Замечательно. Я думаю, что это самый главный плюс сегодняшнего доклада, то есть выход, выхлоп для Анатолия Ивановича, что он знает, куда можно обратиться, делать изотопный анализ. Большое спасибо. Спасибо, спасибо, Лень. Это самое. Володь, ну, пожалуйста, очень коротко только, Чижак. Да, очень коротко. Ну, спасибо вообще за доклад, конечно, Анатолий Иванович все время, так сказать, доклады делается великолепно. Вот, я о чем хотел сказать, что благодаря вот Анатолию Ивановичу я получил тот же самый результат, о чем докладывал сегодня Анатолий Иванович. Это вот эрозия металлической крышки в камере Вильсона. Он мне помог сделать химанализ, который совпал с тем докладом, который он делал. Но самое интересное, что это произошло при температуре меньше нуля градусов Кирвина. То есть температура в камере в самой нижней ее части это минус 78 градусов Цельсия. То есть говорит, что о том, что действительно процессы очень-очень похожи. Даже не похожи, а они одинаковые. Но у него температура это плазма, а здесь температура была ниже нуля и достаточно меньше. То есть это минус 15, минус 20 градусов. Крышка где она находилась? От минус 30 до минус 15 градусов. Вот на что интересно обратить внимание. И причем это обратил внимание Рудкоев, когда сказал, что странное излучение играет очень большую роль. Честно говоря, я раньше предполагал, что это работает теория Милса, но это мы с Зайцем обсуждали. Он меня подвел к этому, я потом читал эти работы по Милсу. я думал, что действительно создается такой атом. Но когда я получил такой результат на металлической крышке, когда образования не могло быть, я склонился к тому, что именно комбинация маленького протона, даже не протона, а двух протонов, о чем говорит Зателепин с Барановым, мы показали это, темного водорода. Дело в том, что в кластере я посчитал, что 10-6 темного водорода находится. Ну, грубая оценка, там может быть 10-7, 10-8, но не меньше этого. Если скорость уменьшить, то там 10-7 получается. А энергия при этом кратера, даже среднюю, которую я посчитал, маленькую, там известную была, я еще уменьшил ее, у меня получилось 75, ну, в общем-то, первый результат у меня был 200, терраэлектронвольт, а терраэлектронвольт это 10-14. И если разделить 10 на количество вот этих образований темного водорода, то получится, что один вот это образование темного водорода получится 10-8. то есть оно способно разрушить, а это как раз 10-8 метроэлектронвольт получится. Оно способно вот это образование разрушить атом железа, никеля или наоборот добавить к нему. И вот мы получаем отсюда легкие элементы. То есть развал идет. ну вот спасибо. Спасибо Чижову, что он интересный тоже момент обратил внимание, что температуры тут может быть не очень важны, а важно что-то другое. Друзья, мы закончили нашу программу на сегодняшний... Подожди, заканчивай. По-моему, важно напомнить, что 1 декабря кончается срок подачи докладов на основе выступлений на нашей 27-й конференции. Пусть люди завершают свои работы до первого... Осталось полмесяца как раз начать и кончить, если кто-то не начинал еще. Я, кстати, спасибо Александру Георгиевичу за напоминание. Я хочу, кстати, сказать, что качество наших семинаров, вебинаров растет, как я чувствую, потому что вот я лично это ощущаю, потому что замечания и выступления все более и более качественными становятся, информация у людей накопленная нарастает, и более того, вот сегодняшнее выступление, Климов вот убежал уже, он не слышит меня, но сегодняшний доклад по сути дела инициирован конференцией, вот, и вот докладом там панчелюги, которая такая была старая, известная, в общем-то, установка, но там новая жизнь в нее вдохнулась, и вот Анатолий Иванович это дело свои тоже старые результаты поднял, добавил новые, некоторые данные, и получился второй прекрасный доклад. Друзья, на этом мы заканчиваем, я напомню, что следующая наша встреча будет 30 ноября, и, кстати, хочу еще сказать, что у нас открыт прием докладов, заявок на выступление, и я хочу особенно подчеркнуть, что особо приветствуются экспериментальные работы, свои эксперименты или обработка чужих экспериментов, то, что Резервфорд, как известно, чужие эксперименты обрабатывал очень и очень эффективно, пожалуйста, присылайте свои заявки. На этом мы заканчиваем, и до новых встреч. Спасибо всем. Я разошлю видео нашего сегодняшнего заседания. Всем спасибо.